Украинского журналиста Романа Шрайка на его телеграм-канале в комментариях спросили, что там с захваченной техникой. На самом деле все очень хорошо. Вот, например, список уничтоженной, поврежденной, захваченной техники от исследовательской группы Орикс. Это список только той техники, что они увидели на фото и видео за вчера. В реальности, как мы понимаем, ее больше. Captured – это то, что захватили, то есть пригодно для использования вооруженными силами Украины в будущем. Я насчитал захваченными 23 танка, 13 БТР, 25 БМП. Это, напомню, за 11 сентября, и только то, что попало на фото и видео. А вы говорите, ленд-лиз не начался. Вот такая интересная получается перегруппировка. Уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет. Побросали танки другую тяжелую технику, целые склады боеприпасов, чтобы переместиться на донецкое направление и продолжить наступление. Гениально. Это, как минимум, прорыв. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении. НТВшные юмористы запустили второй сезон сериала «Дед Ванга». Теперь старикашка в эфире федерального канала назвал новую дату капитуляции Украины. Ждем с нетерпением 17 сентября. Вышел из запоя дурачок Медведев, назвав удары рашистов по электростанциям детской разминкой перед требованиями будущего. И Зеленский знает требования. Тотальная капитуляция киевского режима на условиях России. Ну-ну, мы с вами увидели, как тотально капитулирует Украина на Хариковском направлении. Теперь ждем тотальной капитуляции на Херсонском, Запорожском, Луганском, Донецком, ну и, конечно же, Крымском. За 7 дней наступления освобождено более 3000 квадратных километров украинской земли, на которых до начала вторжения проживало более 600 тысяч украинцев. На НТВ с недоумением обсуждают провал путинской спецабосрации и предрекают многолетнюю войну. Нам нужно выиграть войну на Украине. Мы должны ликвидировать там нацистский режим, а после этого, кто еще захочет, пусть приходит, и мы с ним поговорим. И сколько лет мы будем это делать, Саша? Сколько надо. Очень хорошо. Сколько надо, столько будет. Спасибо за честное ответ. Потому что это специальная военная операция, которую некоторые я тоже называю Великой Отечественной. То есть мои 10-летние дети еще повоевать успеют, правильно я понимаю? Нам за последние несколько дней нанесли очень чувствительный психологический удар. Вот был, он и сейчас есть эксперт, который дословно говорил, что российские военные рискуют погибнуть сзади в Одессу только, значит, от объятий одесситов, влюбленных в русских. Случилось то, что случилось после 24 февраля. Мы все понимаем прекрасно, что это не так, что одесситы не хотят обнимать русских военных. И этот же самый эксперт сегодня, вчера, позавчера и завтра на федеральном телеканале говорит, надо идти до конца, надо, надо идти до конца и так далее. Я задаюсь вопросом, если эта экспертиза, этот анализ в первом случае был не просто ошибочен, а можно сказать преступно ошибочен, да, катастрофичен, катастрофичен. Почему я должен слушать и прислушиваться к мнению этого же эксперта, который сейчас мне говорит, что нужно идти до конца? Рассказывать украинцам, что их не существует как ретноса, как народа, что украинского языка не существует, это не может вызвать их симпатии. Если они считают себя украинцами, то сколько бы им ни говорили, там, Холмогорова или какие-то еще, понимаете, наши люди, что их не существует, говорите, что его нет, отрицать его сам, и вызвать его однаждения. Мне кажется, что это все надо было делать или раньше, или надо будет делать чуть позже, когда военная фаза закончится. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия пытается воевать в режиме колониальной войны, это невозможно абсолютно, потому что российская армия, там противостоит вообще сильная армия. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина, подавили эти огневые точки, вот мы рекламную паузу это обсуждали. Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению убить не будем, только зайдем. Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно. Наше ПВО, оно лучшее в мире, оно глубоко эшелонированное. Он приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросятся. Кто же это ему говорил? Не знаю, да и на теле говорили. Железь говорит, никаких нацистским режимом Зеленского быть не может. Нацистский режим Зеленского должен быть уничтожен. Владимир Владимирович очень правильно сказал, мы еще не начинали. Когда надо будет, начнем. Морганизации не нужно. У нас хватает сил и все решается. Простите, а чего мы ждем? Вот вы говорите, хватает сил. Мы слышим, что все идет по плану. Идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Она идет просто по плану. Вот по графику. Ну неужели кто-то всерьез верит, что 6 месяцев назад план был, чтобы сейчас мы там оставляли Бакалею, мы там оставляли Бакалею, мы там оставляли Бакалею. Правильно сказано, НАТО не забывать, коллеги. Захожу на Бакалею, мы воюем сегодня с блоком НАТО. Тынстынс, смотришь и работаешь. После террористических ударов по ТЭЦ оккупанты не остановились и нанесли удар по жилому дому ракетами С-300. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в НАТОвских структурах не монтировали, правда все равно пробьется. Генштаб ВСУ сообщил об освобождении более 20 населенных пунктов за прошедшие сутки, а также подтвердил уход кадровых частей вооруженных сил РФ из Сватова Луганской области. В нем остался небольшой гарнизон мобилизованных боевиков из числа местных жителей. Помимо этого генштабу стало известно, что 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота РФ, базирующаяся в оккупированном Севастополе, понесла потери до 85% личного состава. И это они еще ничего не начинали. Ну и напоследок очередной копипаст на всех пропагандонских каналах в Телеграм. Оказывается, Волчанск заняли войска НАТО. Именно так и не иначе. Пишут оттуда, что украинских нацистов в городе практически нет. Много чернокожих и англоговорящих. Точно такая же обстановка в казачьей Лопане. А вот, собственно, эти афроамериканцы. Главное административное здание города Волчанск. Точнее, Вовчанск. Что случилось? Почему все это происходит? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова